Я скоро вернусь, ладно? Ладно. Коридор выскочил, и плечу по Сайоре хлопнул я. Автомат торговый ближайший нашел. Что мне взять? Холодный источник. А, напиток не нужен мне, поскольку важно особо не это, впрочем. Его купил я, сок яблочный, любит Сайоре, что зная, но... Сайоре оставил где, классовый, вернулся мигом и я. Коробку в обратно карандаши собирала неуклюже другой, лбу-ку прижимала на руку одну. Пока не имею, они все равно были перепутаны местами до того, как я их рассыпала. Рассыпала. Сайоре, держи. Соком яблочным сып, бутылочку ей потянул я. Вкусный и холодный. Пить, понялась. И крышку открутила Сайоре. Сайоре, что ты делаешь? Жлитрова лба, балда. Ой, прости, я забыла. Как сильно ты стукнулась. Лбу на шишке к бутылочку приложила Сайоре. Чиплет. Терпи, скоро полегчает. Вижу, ты собрала почти все карандаши, это хорошо. Эй, Карл, ты сильно напоминает о детстве, правда? А? Ты о чем? Ну как мы постоянно играли на улице? Я всегда старалась держаться рядом с тобой. В каком-то смысле ты был довольно рассеянным, как я вечно оставала или не могла залезть туда, куда залезал ты. Порой, когда ты пыталась сделать то, чего я сделать не смогла, я могла пораниться, а я падала и получала ссаденные шишки, и начинала громко плакать. Хе-хе. И ты бежал к мне со всех ног. С всеми силами старался утешить меня. Вот ты восемнил себя и боялся попасть в непрянности, если кто-то узнает. Хотя, по сути, ты не был ни в чем виноват, помнишь? Я правда так выступал? Да, значит, ты не помнишь? Если понапрячься, может, что и вспомнится. Думаю, я всегда был слишком сильно заточен на играх и не уделял тебе достаточного внимания. Так что, в этой части была и моя вина. И в этот раз тоже. Если бы я не стал погонять тебя от кладовки, скорее всего, ты бы головой не ударилась. Карл, ты всегда думаешь о других, хотя кажется, сам этого не замечаешь. Даже после всех этих лет ты поспешил мне на помощь, хотя виной всего моя неуклюжесть. Ты очень добросердечный. Не называй меня так. Да и не всегда я так поступаю. Наверное, когда дело казаться тебя, это просто кажется мне естественным. Я сам не заметил, как начал так к тебе относиться. Наверное, так бывает, когда долго с кем-то дружишь. Правда? Возможно, ты прав. А если ты прав... Карл, я так рад, что между нами все по-прежнему. Как думаешь, так останется навсегда? Навсегда? С собой и с честным быть, если... Дальше будет что? То, о, уже говоря, не университетов. Вместе мы или пойдем, знает никто. Обещание то, какие давать, нечестно будет с стороны моей, что так. Но... ОН! Ну, я надеюсь на это. Ведь так продолжается уже давно, верно? Я не могу представить, что ты когда-нибудь изменишься, так что моя надежда оправдана. Я так рада. С Сайори взгляд его помигнуло странное то, что... Молчали мы время то, какое. Задумчивость и глубокая вы такой вот ее вижу я, когда... Но неуклюжая и глупая она. Тревожить ее хочется не мне, а кому-то другому. Думаю, нам пора возвращаться. Не хочу, чтобы Манико беспокоилась. Удачи тебе с этим. Она ведь все равно увидит твой лоб. Не увидитесь, я закрою его челкой. Сайори вскочил... Ноги на вскочила с Сайори. Ой-ой-ой! Лоб засхватилась и снова и... Не вставай так быстро после того, как ушиблась. В общем, для подпочтения уже поздно. Ладно, пошли. Класса из вышел Сайори за вслед и я. Успеха особого без, но... Шишку закрыть, питаясь челкой своей, надколдовала Сайори. Заняла не время немного, комнаты клубные до дорога. А, вот и вы. Как раз уже мне уже пора обмениваться стихами. Сайори, твой лоб. Она в номе, не волнуйся, о... Я играла с кандашами и ударилась лбом о полку. Да, понятно. Ты нашла все, что нам нужно. О-о-о, как заказывал? Э? Так, вокруг озираться лихрадочно принялась Сайори. Я все забыла. Успокойся, Сайори. Я все забрал. И ватман тоже нашелся. Хм-хм. Похоже, в результате всю работу выполнил ты, Карл. А, но, Сайори... Оправдание нее для придумать мог не я. Кто-то другой. Хм-хм-хм. Я превратила это в переключение. А, вот-вот. Ну ладно, ну ладно. В любом случае, вы молодцы. Я начну работать над плакатами сегодня же вечером. Я тоже. Итак, друзья. Вы готовы обедняться с вертвоениями? Я сказал об... Обедняться. Обменяться. Надо достать свое. Э-э-э... Место свое навернулся я. Карандашами с коробкой закрыта ли плотно, проверив. Ну да, но тут опять выборы, 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 выборы. Тут логично, что в прошлом... Эй! А-а. Ха-ха. Э-э-э. А-а-а. Э-э-э... В прошлый раз... Ну, то есть не в прошлом, а вот в этот раз... С Айори много выпало слов. И логично было бы с нее начать. Но-о-о-о-о... Рандом нам покажет. Кхм. От одного до четырех. Четыре? И это Монечка! Монесюсечка моя Масенька! Си-си-си-си-си. И снова здравствуй, Карл. Как творческие успехи? Нормально, я думаю. Кх-х-х-х-х. Кх-х-х-х-х. Блин. М-м-м. Меня это устраивает. Устраивает все, кроме... Плохо. Я рада, что ты стараешься. Возможно, скоро ты сочинишь шедевр. Ш-х-х-х. А-а-а, я бы на это не рассчитывал. Никогда не знаешь, наперед. Хочешь поделиться своим сегодняшним створением? Конечно. Вот. Монике с киртвейне свое протянул я. Хорошо. Довольно хорошо. Как и предыдущий, заставляет меня вспомнить Сайори. Но предыдущий я планировал на тебя. Ну, то есть не то, что планировал. Просто больше слов к тебе подошло. Но, видимо, ты сказала... Нет, это Сайори. Это Сайори. Это не я. Ничего не знаю. Такие словечки Сайори. Вы прям неразлучная парочка. Хотя старался для тебя в первый раз. Ты, вот, ты преувеличиваешь, да. Да, наверное. Ты даже в клубе проводишь, мы с ней много времени, не так ли? Впрочем, я не виню тебя за то, что ты стесняешься. Не стесняюсь, я просто... Или чтобы на орут Монике выйти, надо конкретно все 20 слов ей посвятить. Да, я просто тебя подразниваю. Я понимаю, но что на то... А, что... Я понимаю, что на то, чтобы подружиться со всеми, уйдет какое-то время. Но Юрий и Настуки очень интересные люди. Так что не бойся уделить им часть своего времени. И можешь время от времени поздравиться со мной. Или я кажусь тебе неприступной. Да нет, ничего. Я бы подобного. Просто я еще не привык к этому месту, вот и все. Да. Прости, если тебе показалось, что я давлю на тебя. Я не хотел ничего такого. Нет, не волнуйся. Я тебя понял. Ну тогда ладно. Ладно. Хочешь тебе прочитать мое? Мне понравилось то, что у тебя вышло, надеюсь, и тебе тоже понравится. Ладно, давай посмотрим. Даже не знаю, что это не стоит ли читать все эти стихотворения, если... Спаси меня, цвета не останавливаются. Это было уже. Забудьи меня. Это уже было, да. Хмм. Хмм. Это даже более абстрактное, чем предыдущее. Думаю, у меня просто такой стиль. Извини, если тебе не нравится. Нет, я этого не говорил. Просто, наверное, опять же, я ничего подобного не видел. Мне нравится играть с местом на бумаге. В зависимости от того, где и как ты расположишь слова, настроение и стихотворение могут полностью измениться. Это почти как магия. Мэджик. Это то, что я пишу такие короткие строки, и создает впечатление, будто они пытаются переключать шум. Ясно. Хотя мне по-прежнему трудно понять, о чем стихотворение. Хмм. Порой не стоит спрашивать, о чем стихотворение. Стихотворение может быть в той же абстрактном, как физическое выражение чувств. Или разговор с читателем. Короче говоря, не каждое стихотворение о чем-то рассказывает. В любом случае, вот тебе писательский совет дня от Моники. Хмм, вот, пожалуйста, оценка к оригиналу. Иногда ты отказываешься перед трудным выбором. В таких случаях не забравай сохранять игру. Иногда никогда не знаешь, когда ты можешь передумать. Или когда может случиться что-то неожиданное. Стоп. Этот совет вообще поменим к поэзии. Что я такое говорю? Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Ну, надеюсь, если это обычный визуальный. Включи, я вам сказал уже в предыдущей серии, что я сделаю с Доки Доки, если меня обманут и все будет как в оригинале. Ну, хотя тут есть рут Моники, так что все должно быть нормально. Теперь первый вариант. Сайори. Она нам даст. Карл, мне очень нравятся твои стихотворения. Поверить могу, что ты скрывал их от меня. Ха-ха, я ничего не скрывал, но... Твои стихи настолько хороши. И вчерашний, и сегодняшний. Не говори мне, что никогда не писал. Не писал. Знаешь, ты единственная, у кого он вызывает подобные чувства. А? Не может быть. Даже нацуки они не впечатлили. Ну, я еще ей не давал. По-моему, как раз нацуки точно не скажут, что ей что-то нравится. Но мне кажется, что дело в другом. Что ты имеешь в виду? Ну. Пожалуй, буду честен. Писать стихи гораздо легче, когда я думаю о тебе. Э? Ой-ой-ой. О чем ты думаешь, дура? Я лишь хочу сказать, что ты очень экспрессивна. Как я должен писать стихи о своей дурацкой жизни? Но ты делаешь все своей жизнью приключением. Джеки-чана. Даже мелочи. Например, готовка. Давай не будем об этом. Эй. Так что, да. Я хочу сказать, что ощущаю гораздо больше чувств в тебе, чем в себе. Между нами... Таит лед. Весьма странная связь. Сама виновата, что вечно стоишь на свои дела. Э? Не уверена, что поняла. Сайори, ты хоть раз поняла что-то, что я пытался тебе объяснить. В голове поле ее потрепал я. Эй. Я вообще-то не ребенок, а жеребенок. Ты в этом уверена? Наверное. Карандаш руки втертеть начала Сайори. Эй, Карл. Отдашь мне свое сердотворение? Я хочу вас сохранить. Зачем? Потому что... Эм... Ты впервые написал что-то для меня. Хе. Сайори, ты все не так поняла? Я писал это не для тебя. Хе-хе. Ты меня сейчас слушаешь? Ну ладно. Я дам его тебе, когда мы пойдем домой. Правда? Сурх. Эээ. Я сломаю на карандаш. Карандаша обломок упавший поднять, чтобы наклонилась поспешно Сайори. Эээ. Мно и со столкнулась рассеянности хронически за из дно. Прости. Все нормально. Я подниму. Эээ. Карандаш сломанный подобрал и наклонился я. Эээ. 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 Колени дрожали и... Не-е-е-у. Парту захватилась в ногах на удержаться, чтобы Сайори. Эээ. Я сегодня немного неукрюжая. Кто-то охлопнул по писачику. То, что ниже пузо, да? Эээ. Эээ. Изращенец. Эээ. Саюй, давай присядем. Чур ты на... Чур я на пики таченые, а ты на что-то там другое. Да. Она согласна. Но... Ко мне на колени лучше. Эээ. Эээ. Парту засесть ей помог. И руку за Сайори взял я. Кстати, я еще не прочитал твое остеротворение. О, прости, Езя был об этом. Но до твоего ему далеко. Было бы из-за чего переживать. Уверен, оно мне понравится. Бутылочки. Ну да, все понятно. На самом деле она охлопнула не по тому писачику, а по писачику-то. А... Тот, что... С водочкой. Нихера себе! Саюй, это действительно ты написала? Само собой. Разве я тебе еще не говорю, что напишу лучше это стеротворение, и вы с твои? Да, но... Но я не ожидал такого от тебя! Моника многому меня научила. И я в последнее время прекрасно понимаю свои чувства. Это заметно. Даже немного пугает. Пугает? Ну, не совсем. Наверное, я просто слишком привык к тому, насколько ты веселая. В общем, не важно. Я придаю этому слишком много значения. Суть в том, что стих получился отличным. Тебе есть чем гордиться. Спасибо. У меня было ощущение... У меня было ощущение, что я должна выразить себя таким образом. Это даже помогло мне немного лучше понять твои чувства. Поэзия, она как... МААААГИЯ! Ты взамен этим увлечена. Надеюсь, ты... Надеюсь, ты не остановишься. Ага. Писать это классно. Я буду писать, пока не умру. Не беги впереди паровоза. Постой, паровоз. Неделю через уже бросать и НО. Головой, что-что. Во, погружаться привычка была всегда советую. Раз этот на «и так ли» будет интересно. Пессимистично настолько быть мне позволяет не в глазах её в страсти, но... О, ну тут-то. Натзуки или Юры. Лолька или... Сиськи. Всё-таки Сиськи. Ну, и мы пили, да, потому что тут только, да. А потом уже и Лолька. Эп. Ты ещё слишься на меня? За что? За то, что чай они уважили, а не саск-нацуки. Они, они... Так, чуваки, вот это вот интересно. Этого я не помню в оригинале. Потому что, почитав это стихотворение, теперь я понимаю, почему ты на меня разозлился. Потому что ты... Ты подпочитаешь её творчество моему. Это не совсем так. А значит, приверни уважение к ней. Я не уважительно отнеслась, и к тебе тоже, я права. А, ну тут она... Не слышит нас вообще. О, нет. Юрий! Какая же ты переборщила с поиском скрытого смысла? Как я... А, как я могла быть настолько глупой? Вот вечно со мной так. Стоит мне подумать, прежде чем сказать, как получается что-то неуместное и неприятное. Но если я говорю, не думая, то на уши выходят слова, которые я хотел бы оставить по себе. И это заставляет людей мне не останется. Поэтому, пожалуйста, не заставляй, не заставляйте. А не надо заставлять себя общаться со мной. Я знаю, что этого хочет Моника. Но это нечестно по отношению к тебе, в то время, как ты мог бы выселиться в месте, где с науки стою. Юрий! Пожалуйста! Мне будет легче, если ты не станешь выказывать никакой заботы. Кроме того, у меня есть мои книги. Больше мне ничего не нужно. Парту на голову опустила. И в лугу сви невесила Юри. Расстроен я. Понести не ее, да пытался я, которые слова мои заглушали Юри. Мысли собственные, что чувство возникло меня умно относиться хуже к ней. А не их стал не я. А нацуки! Взохнул бессильный я. Есть она какая, такой ее принять остается только мне. Желание ее исполнить могу только я. Одиночестве в побыть хочется ей, если... Ну и тут нацуки. Сундрелолька. Хм. Сос. Могу признать, что это получилось лучше всего последнее. Я знаю, верю, что ты стараешься. Это хорошо. Если подумаешь, оно довольно сильно напоминает все разные социальные сайои. Так думаешь? Да, ну, раз вы с ней так долго дружите, то ты вполне можешь быть с ней на одной волне. Но ты никогда не ассоциировался у меня с ее сипом. Оказывается, у сайои есть какой-то свой тип. Да не знаю я, но серьезно, как может она, такая легкомысленная, приводить столько времени с человеком вроде себя? Это как если бы она обзавалила ярмо себе на сейои. Ну, это было немного через чур. Но извини на это с другой стороны. Не будь меня рядом, она, вероятно, просто улетела бы, как улучшенный воздушный шарик. Можно сказать, мы по-своему заботимся друг о друге. В любом случае, я этого не понимаю. Хм, да, кажется, я должна показать здесь свое остеротворение. Погодите-ка. Тут ничего такого. Вот. Да, имени пауки, это мы уже читали. Неплохо, да? Сегодня несколько длиннее, чем вчера. Вчера была совсем короткая. Я просто разогревался. Слеза не подумал, что эта лучшая на стоя способна. Нет, конечно, нет. Как бы сей ни было, идея этого стихотворения довольно понятна. Сомневаюсь, что имеет смысл ее разобывать. Иногда ты можешь объяснить сложные вещи с помощью простых аналогий. И это помогает людям осознать, насколько глупо они себя порой везут. Ведь каждому понятно, что суть этого стиха – идиотские перезагрузения. Ты знаешь таких людей? Разумеется. Это стерксворение о том, как все осоздают, что я считаю. Все неважно. Оно может быть о чем угодно. Я написал его, чтобы было просто провести аналогию с… У каждого есть странные хобби и тайные унесения. Что-то, что тебе хотелось бы скрыть из посторонних глаз, чтобы люди не стали над собой насмехаться, не думая о себе хуже. Ведь именно на это и делают всяких людей идиотами. Кому какой зерк за того, кому что нравится, если это никому не вредит и приносит человеку радость. Думаю, люди действительно должны научиться уважать друг друга за странные пристрастия. Все-таки тут ты абсолютно права. Пока не менее, я с тобой согласен. Уверен, что и множество других людей тоже. Как ни хрусти, это то, что у меня получается лучше всего. Мне не нравится писать, если стих не несет, соответственно, послание. То есть передавать эмоции, конечно, важно. Но я хотел, чтобы люди думали, а не только чувствовали. Не забывай, я к завтрашнему дню напишу отличный стих, поэтому жди с нетерпением. Итак, друзья, все закончили с чтением стихов? Я хотел со всеми вами поговорить кое о чем, и могли бы вы собраться передо мной. Это насел фестиваль, а? Вроде того. Нам и правда нужно в нем устарствовать? Я сомневаюсь, что все равно за несколько дней мы сможем подготовить что-нибудь интересное. Вместо повесения новых сцен, мы, скорее всего, просто поздноимся. Меня это так же беспокоит. Приготовление в последнюю минуту не мой конек. Да не волнуйтесь вы так. Мы сделаем все по-простому. Идет? Нам понадобится только несколько небольших декораций. Стою я рисовала плакаты, а я сделала дизайн-листовок, который мы будем раздавать по-время фестиваля. Красот, это все зависательно, но... Я так и не поняла, что именно мы организуем для фестиваля. О, прости, я была уверена, что ты уже слышала. Мы организуем выступление. Выступление... В... 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 Да, мы будем выступать со своими стихами. Каждый из нас выберет чертворение, которое будет читать на фестивале. Но изюминка в том, что мы позволим прочесть чертворение любому желающему. Сайой как раз пишет информационные плакаты, чтобы у всех было время подготовиться. Видно было нам, чтобы момент данный вы раскрашивало, который плакат подняла Сайой. Моника, ты взываешься? Я надеюсь, вы ведь еще не начали их расклеивать. А, ну, вообще-то начали. Думаешь, это плохая идея? Ну, не то, чтобы. Дея неплохая. Но я на это не подписываюсь, знаешь ли. Я не засту не стану выступать в искусстве народа. Я, я, я согласна с нацукой. Я бы никогда в жизни не смогла сделать такое. Головой замотала яростно. Юри, это себе представив. И что это? Оставься, Юри. Я понимаю их реакцию. Не забывай, что кроме этих двух дней, Юри с нацукой и гадани с кем не делились своими стихами. Я прошу слишком многого, ведь им придется читать свои стихи вслух перед большой аудиторией. Я почему-то угростил этот момент. Простите меня. Однако, я все еще считаю, что мы обязаны вложиться на полную. На нас лежит ответственность за судьбу нерядуного клуба. Если мы возьмем инициативу и хорошо выступим, то и других вдохновим на чтение стихов. А чем больше людей будет выступать, тем лучше у нас получится донести до них, насколько захватывающей может быть литература. Да! Ведь она раскрывает наши чувства. Это словно заглянуть глубоко внутрь себя. Или под юбку. Открыть новые горизонты. И повеселиться. Да, именно. Ведь как раз по этой причине мы и собрались в этом клубе. Разве вы не хотели провести последние... Разве не хотели бы вы поделиться этим с другими? Вдохновить их на поиск тех же чувств, что и привели сюда вас? Я знаю, что да. Я знаю, что мы... Я знаю, что мы все хотели бы этого. Если все, что для этого требуется, это простоять перед комнатой аудитории пару минут и прочесть стих, я не сомневаюсь, что у вас получится. Молчали Юи и Нацуки. Взволнованно выглядела Сайои. Выбор остается не меня у похоже. Я согласен. И я не думаю, что ты просишь слишком многого. Как по мне, Сайои с Моникой очень стараются померечь клуб новых членов. Небольшое выступление меньше, что мы можем для них сделать. Ну, может и так, но... Аггументов осталось не Нацуки, кажется. Хорошо, ладно. Наверное, мне просто надо пройти через это. Отлично. Спасибо, Нацуки. А ты? Лица ожиданий, замерзшие взглядом, обвела удручённо Юи. Поплакай, у меня особо нет выбора. Значит, выступаем все. Юи, ты лучше. Это клуб, когда он точно станет моей могилой. Боже, у тебя всё отлично получится, Юи. Так, идём к главному. Я хочу, чтобы вы все выбрались по стиротворению. Мы будем тренироваться читать их друг перед другом. Мизофо! Моника! Моника! Это слишком внезапно. Если ты не можешь прочесть стих перед друзьями, как ты собираешься читать его перед незнакомыми людьми? О, нет. Не волнуйся. Я буду первой, чтобы вы чувствовали себя комфортнее. Можно я буду следующей? Ну, конечно. Так, посмотрим. Выступление для приготовила, которое из стиха до тетрадь прористала Моника. Кафедру застала она затем. Стихтрение называется «Как мы летаем». Кхм. Читать начала Моника. Голосом уверенным чистым её наполнился глаз. Безупречная интонация её того более.